Эуросианит, США. Челночная торговля между Турцией и странами бывшего СССР бурлит, несмотря на кризис. Пол Бенджамин Астерлунд, Хилани Махмуди. Эуросианит, США. 20 августа 2018 года. В Лалеле, торговом районе Стамбула, час пик, и молодые грузчики везут тележки, доверху наполненные плотно упакованной в теки одеждой. Шумные магазины этого района предлагают товары, пользующиеся спросом в странах бывшего СССР, блестящее вечернее платье, хиджабы, поддельные блузки гуччи. Многие из покупателей – женщины из России и Средней Азии. Лалеле является тем местом, откуда берет свое начало так называемая челночная торговля. Именно здесь покупатели со всего бывшего ЦССР закупают товары для продажи на базарах и в бутиках в своих странах. Торговля является одним из важнейших связующих звеньев между Турцией и странами бывшего Союза, а рука об руку с экономическим сотрудничеством идет и культурный обмен. Понятие «челночная» или «чемоданная» торговля возникло сразу после распада СССР, когда женщины из стран бывшего Восточного блока приезжали в Стамбул на автобусах и заполняли свои чемоданы до отказа одеждой, предназначенной для продажи по возвращении домой. Теперь этот вид торговли перерос свое скромное название, превратившись в многомиллиардный бизнес, привлекающий покупателей со всего мира. Крупнейшим рынком сбыта для товаров, приобретенных в Лалеле, является Россия, за которой следует Украина, Казахстан и Узбекистан, отметил генеральный секретарь Ассоциации промышленников и предпринимателей Лалеле, Лусяд, Шерафеттин Юзуак, Серафеттин Юзуак. Закупщики товаров, которые владеют магазинами розничной торговли в своих странах, приезжают в Лалеле, чтобы приобрести оптом одежду, отвечающую вкусом их соотечественников. Магазины под названиями вроде «Идеал Чаралина» и «Моотлифи» украшены роскошными витринами и яркими вывесками. Но рынок в Лалеле обслуживает не только граждан бывшего Союза, сказал Юзуак. В Лалеле приезжают люди примерно из 150 стран. Если перечислять отдельные страны, то крупными клиентами рынка являются предприниматели из Африки. Приезжают также закупщики из Малайзии, Уругвая, Бангладеш, Пакистана, Туниса и Марокко, из всех балканских стран и государств Ближнего Востока. Хотя объемы торговли увеличились, она обрела более официальный характер. Сюда по-прежнему продолжают приезжать мелкие покупатели со своими чемоданами. Заметное присутствие граждан из постсоветских государств также отмечается в ряде соседних районов. Близлежащий Аксарай полон грязных авторемонтных мастерских и ночных клубов с сомнительной репутацией. Здесь раскинулся неблагополучный район, известный как Квартал Красных Фонарей. Многие работники секс-индустрии оказались здесь, став жертвами торговли людьми в Восточной Европе. Тут также расположены многочисленные рестораны, предлагающие блюда грузинской, азербайджанской, уйгурской, русской и других кухонь. Имеется автобусная станция, которой часто пользуются пассажиры, совершающие длительные поездки в Тбилиси или Ереван. Вниз по холму Тлалели находятся Кумкапы, захудалый квартал на побережье мраморного моря с выстроенными в линию разрушающимися историческими зданиями, усеянные старыми греческими и армянскими церквями. На сегодняшний день это, пожалуй, самый многонациональный анклав в Стамбуле, на главной улице можно услышать десяток или более разных языков пока наконец не наткнешься на кого-нибудь, говорящего по-турецки. Как и клиенты Валалели, обитатели Кумкапы приезжают сюда со всего мира, однако особенно заметно присутствие граждан бывших советских республик, включая Армению, Узбекистан и Туркменистан. Здесь расположены десятки ресторанов узбекской кухни. Кумкапы также является местом сосредоточения многочисленных грузовых компаний, отправляющих купленный Валалели товар за границу. В обоих районах часто встречаются вывески на кириллице, объявления на турецком языке о поиске русскоязычной сотрудницы, а также листовки о сдаче комнаты в коммунальной квартире, небрежно написанные от руки на узбекском языке. Вся торговля идет за доллары, которыми расплачиваются уже не только за одежду. Даже чистильщики обуви Валалели берут оплату в долларах, сказал Юзюак. Поставщики, контрактные производители и портные, узнав, что продавцы Валалели зарабатывают в долларах, начали выставлять счеты в долларах. Владельцы магазинов платят арендную плату в долларах. Таким образом, несмотря на то, что стоимость турецкой лиры значительно снизилась по отношению к доллару за последние несколько лет, это не принесло прибыли торговцам в Валалели. Они получают доход в долларах, но и расходы они тоже несут в долларах, подчеркнул Юзюак. Многие владельцы турецких магазинов говорят по-русски. Однако, несмотря на то, что граждане бывших советских республик все еще остаются самыми выгодными покупателями, торговля понесла урон из-за спада в российской экономике в результате западных санкций, введенных после аннеоксии Крыма, в результате наложенных на Россию санкции Европейского Союза и их воздействия на российскую экономику. Бизнес уже не тот, что был раньше, сказал Юзюак. Например, если раньше российский покупатель приезжал и тратил 10-20 тысяч долларов в течение одного или двух дней, теперь тот же самый покупатель приезжает и тратит 3-4 тысячи долларов. Местные СМИ сообщили, что продажи в Валалели достигли отметки в 8,6 миллиарда долларов США в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Но затем последовали санкции, и уже в следующем году эта отметка рухнула до 5,5 миллиарда долларов. Но смягчить удар помогла торговле с другими частями мира. На сегодняшний день магазин детской одежды Сефер Сарчабана, Сефер Сарчабан, ориентируется главным образом на покупателей из Альжира, Туниса, Ливана и Ирака. Когда покупатели из арабских стран не приезжают, продажи снижаются, сказал Сарчабан. Хотя владельцы магазинов Валалели жалуются, что объем закупок, осуществляемый русскоговорящими покупателями, снизился, торговля продолжает бурлить, что видно невооруженным глазом во время посещения района. В один из недавних летних вечеров на тротуарах стоял гул голосов. Люди делали последние покупки, а продавцы торговали нарезанными арбузами на углах улиц. «Пустующих магазинов нет», — сказал Сарчабан. «Дело, возможно, идут не так, как раньше, но люди все же пытаются вести бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова